Они сюда затопливали ботну, качали сюда ботну, там комитетский газ, газ, газов, ботну, качали туда. Спокойно, так бывает. Да, я вроде бы это хорошо, но всегда. Это не для меня, я ваше расстрелялся. Деревня первая, деревня второй, треский и четвертая. Маленький. Четвертая, деревня. Получается, в каждой деревне они отдельно, жители там отдельно строили. Но потом они присоединяли, чтобы можно туда-сюда опрошаться. Потом спустились, спрятались. Американцы погоняли сюда. Сверху же есть. Они уже наверху скрывали там листьями. А кто сверху? Один смерть не представил. Сейчас покажу вам, как делать. Американцы сюда походили. Они уже спустились, закрывали, все. Уже ничего не видно. Оттуда выходят. Потом за спиной стреляют. Вот там ступеньки еще пустят. Из нас никто не залезет точно. Скорпионы тут бывают? Бывают. Даже есть комнатки специально там партияны делают, которые ожидают американцев. Он тут только покажет и вылезет. Володя, ты чемпион вообще. Там спины. Ладно, Володя, не надо. Мы верим тебе. Верим, все, вылазь. Верим, вылазь. Все, нам жалко уже тебя. Мы верим. И расстреляет сейчас всех нас. Володя, вылазь, все. До свидания. Молодец, красавчик. Оказывается, вот все просто. Мы думали, как листьями засунуть. Видите, ничего не видно. Кстати, никто не нашел этот люк, если что, без Володи. Это вам заметно, потому что мы пристально за этим наблюдаем и смотрим. А когда американцы, соответственно, не знают, они не заметят. Ну, подумаешь, там листва и листва. Я даже не знаю, куда. Посмотрим. Слушай. А как ты там чистый такой остался? Так чисто там, что ли? У тебя майка чисто. Придется рыть глину. Вызывай спецназ. Это сатитание глины и лаптерист. Но в таком грунте не копали. Мне, конечно, стоит. Это камень, да? Копали, надо же было еще куда-то землю. Это камень, да? Да, вот вопрос такой, куда землю девали? А, видели, где я на карте показал вам палантази рек. Речка Сайгон, видели, да? И специально делали дырочки. Вот, есть широкая, есть маленькая, ну, как природа. Чтобы воздух туда можно заходить и внутри можно подышать. На самом деле это помогает, но внутри все равно очень душно, очень трудно дышать. Есть время, когда очень жестокая война. И где-то 35 тысяч человек вместе пропустили туннель. Туннель длиной был 200 километров, до Сайгона они проходили 50 километров. Они ранены туда, поблизи к Кавкотла или к Терминистку, чтобы они подышали нормально, а остальные они поглупее, чтобы, ну, конечно, было очень тяжело. Переводить на русском языке. Вот так, он работает, как вообще, как земля, да? Вот, вообще, не до местных, это, на бушке. Вот человек ходит сюда, шагает на дождь, он пускается. И там ужасно. И далее он там спокойно лежит. Спокойно лежит. И дальше он там спокойно лежит, парень, да. Это попротивляется, держит баланс, трое человек и спускается. Еще спокойно лежит второй тоже рядом. Нет, он тоже спокойно лежит. А она и закрывается, и опять не видно ничего. Так что ребята против фитнамцев опасно вообще воевать. Пропадал что-то? Будете там спокойно лежать. Там партизаны, мужчины, уходят с автомастами и воевают с американцами. Пока еще нам надо тормозить американцев, чтобы внутри еще там надо время, чтобы они бредались. Ну, поэтому здесь траншеи очень длинные, строили. Здесь, конечно, прямо здесь уже есть трековая точка. Либо это тоже можно говорить, это вход пунеля. Пока выходят здесь, стреляют, потом пускаются, бредятся, закрывают, все. Африканцы много раз нашли вход в туннель в первое время. Потом они сюда затопливали воду, качали сюда воду, там комитетический газ, газ, газом воду. Он спокойно так говорит. И чтобы люди без воздуха никак не лишили, чтобы выходили, либо убегали сразу народ там. Но вьетнамцы до этого время уже готовили. Они взяли много помещений, сразу там можно установить там гранаты, бомбы, чтобы раскручить такое, в середине место. Раскручить. Вот там подвода. И шлюз один закроют и все. Закрыли сразу туннель. Закрыли туннель. Вот все вообще красавцы. Чтобы больше, куда лежит газ, либо вода. Это протезанские. Значит, что армия, которая касается компартии на юге Вьеснаме, называется Векком. На севере это Векмин. Векком это переводится освободительный хрон. Освободительный хрон вьетнамской армии южного Вьеснама. Танк М-41. И веккомцы, партизаны нас уже разрушили его. И он просто так до сих пор остался. Американцы, конечно, не смогли вывезти его отсюда. Это даже смех, я вышли. Да, здесь прямо на таком месте. На данном месте. Даже еще туннель, где-то метров 5-6, еще остались два танка. До сих пор вьетнамцы не решились. Вот сейчас партизан, он показывает вам, если человек подойдет сюда, упадет, значит, что случится. Вот такие острые колючие выходят на человека, если он пускается туда. Далее вот. Уже все, 100%. Короче, основное принципы, это они работают с острыми колючими. Сейчас открытые ловушки. Но сейчас раньше работаем наверху уже покрытым. Местями покрытым. Мусорами, чтобы не нельзя... Просто, но надежно. Главное, результативно. Лучше уже стрельли, за которые выжились, а здесь уже шансов нет. Никаких. Конечно. Стрельные. 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 Старые штуки. Ловушки. А это, конечно, я вам скажу, где тоже живут мирные жители. И есть жилия дома. Такие дома типа, как крыши такие. Дверь, они за дверь, они свешивают такую ловушку. Раньше. Раньше, раньше. пускайся делали из пары вот здесь обычно воду наливают и по температуре воды определяют риски вода закипает ну конечно еще один ход туннель нету ручки чтобы достать так стреляют тут халашников там к пвт это не для меня я вообще не стрелялся вот мы в туннеле или пойду я чё ты снимаешь ну и чё не пойдем пошли тогда да короче ребята мы трусы мы решили не быть вьетнамскими героями нам защищать родину это операционная только единственное что так делали операции под масляной лампой причем врачи естественно были только вьетнамцы некоторые по два дня подряд делали операции спали не ели естественно это сейчас декоративно все а на самом деле еще было внизу где-то три метра минимум под землей я попробовал залез ребята там духа то вообще дышать нечем не знаю какие-то могли делать операции по-вьетнамски реально все герои ходить бесшумно готовить бездымно разговаривать тихо вот ну грубо помещение метро-3 под землей вот сюда заходил дым и потом еще через канал выходил вот через эти маленькие дырочки велики парах он был холодный как туман так как он говорит американцы французы его не видели вот это то что убивает людей посмотрите вот это винтовки вот это винтовки а а а а а а а а и 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 а и и и В против войны сразу говорят, всегда. Посмотрите, вот это все. То, из чего они делали потом, из этих же комп, они делали шипы. И делали эти ловушки.